Глава Гавриэль Шломо Подзаголовок Исправление вора В той синагоге, где занимался Шмуэль Нохум, находился старик, некий Раф Гавриэль Шломо. Он со стороны присматривался к страданиям Шмуэля Нохума, переносимым им с покорностью, без единого слова, жалобы. Старик спросил страдальца, как это он позволяет своему учителю так жестоко с ним обращаться. На это Шмуэль Нохум ответил, что он воспринимает все это покорно, лишь бы изучать Тору, и что он сам знает, что сильно отстал в учебе. Это произвело на старика большое впечатление, и он предложил Шмуэлю Нохуму заниматься с ним при условии, что никто об этом не узнает. Шмуэль Нохум был в восторге. После этих занятий он показал такие хорошие знания, что был готов поступить в Яшиву. Тогда Раби Гавриэль Шломо дал Шмуэлю Нохуму письмо к Равину Дубровна, где он и продолжил учиться в местной Яшиве. Кто же такой этот Раб Гавриэль Шломо? Шмуэль Нохум узнал о нем нечто весьма примечательное. Этот еврей был уроженцем города Орши. Его отец, Рон Зелик, был богатым торговцем лошадьми, человеком грамотным и добросердечным. Он захотел сделать своего сына толмудистом, но Гавриэль Шломо, хотя и был весьма способным мальчиком, не выказывал особого желания учиться. Он был избалован и водился с подобными ему сорванцами. К пятнадцати годам он осиротел, сбился с пути праведного, начал дружить с дурными товарищами и стал вором. В Орше он получил прозвище «липкий», потому что, попавшись на кражи, обычно говорил, что не виноват, а краденое само «прилипло» к его рукам. Однажды в Оршу прибыл почтенный гость, который вдруг спохватился, что его Талит и Тфилин исчезли. Подозрение тут же пало на Гавриэля Шломо, и действительно, краденое было обнаружено у него. Теперь ему прощать не пожелали, и община готовилась его отхлестать. Но тут вмешался пострадавший гость и не допустил этого. Он сказал, что готов простить, поскольку дело касается его лично. Что же до дальнейшей судьбы парнишки, то он просил передать Гавриэля Шломо ему на поруки. Все стали свидетелями того, как гость взял Гавриэля Шломо под свою опеку и вел с ним длительные беседы. Люди дивились, любопытствуя, о чем он мог с ним беседовать. Однако, еще до того, как Оршане смогли узнать что-либо, гость оставил Оршу, захватив с собой Гавриэля Шломо. Прошло около 25 лет, и в Орше появилась и обосновалась весьма симпатичная зажиточная семья. Однажды в Малый Йом-Кипур, после того, как Равин произнес проповедь, сурово упрекая народ, поднялся на Бимунного прибывший и публично объявил, что он и есть тот самый Гавриэль Шломо, воришка, и что он хочет, чтобы все это знали. Он желает снять с себя любое пятно в своем прошлом. Если он кого-либо обокрал когда-то, то просит пострадавшего отозваться, чтобы возместить убыток. В дополнение к этому он пожертвовал крупную сумму денег на постройку синагоги и других общественных зданий. На старости лет рабе Гавриэль Шломо раздал все свое состояние на благотворительные цели, а сам перебрался жить в синагогу, где занимался изучением Торы. Будучи в Дубровно, Шмоэль Нохум узнал также, что гость, забравший некогда Гавриэля Шломо с собой, был одним из тогдашних нистров, и что благодаря его влиянию Гавриэль Шломо стал талмудистом и достойным человеком. Шмоэль Нохум изучал Тору у этого примечательного, раскаявшегося грешника. В дальнейшем, уже в Дубровно, он имел возможность учиться морали и хорошему поведению у некоего раби Шолума Ехиэля из Горок, который, как оказалось, был товарищем раби Ицхока Шоуля, младшего зятя. Этот Шолум Ехиэль также находился под влиянием нового учения хасидизма, и то, чему он учил Шмоэля Нохума, было также в духе учения Баал Шемтова. Таким образом, в семье кузнеца были уже двое, находившиеся под влиянием хасидизма. Между тем, в Добромыслях в первую ночь Песаха произошло нечто такое, что для Боруха, как и для других, послужило поучительным примерам, показывающим высокие моральные качества простых евреев. Продолжение следует...